здравствуйте дорогие друзья воздай богу славу там где ты сейчас находишься он достоин всей хвалы и сегодня дорогие друзья мы будем обсуждать такую тему связанную со строительством вы знаете апостол павел он говорит что каждый человек он что-то строит иисус он также говорит что каждый человек он что-то строит употребляя такие аналогии сравнения он говорит человек который соблюдает мое слово он строит дом на камне человек который слушает и не соблюдает он строит дом на песке то То есть в любом случае, соблюдаешь ты что-то или не соблюдаешь, двигаешься ты в исполнении Божьей воли или не двигаешься, Иисус говорит, ты все равно что-то строишь. Также это касается строения служения. Этот вопрос я особенно хочу сегодня затронуть. То, что мы сегодня обсудим, оно даст тебе возможность посмотреть вообще, в каком служении находишься ты. В частности, я хочу сегодня провести две аналогии или две параллели. Это строительство Церкви Божьей и строительство Вавилонской башни. Как известно, Господь, он изначально вообще от самого начала творения, он хотел, чтобы человек наслаждался и покоился в его благодати. Если вы помните, что случилось после грехопадения, после того, как человек согрешил, первое, что он себе нажил, это трудиться в поте лица. Или, как я иногда шучу, трудиться в поте мозолистого лица. То есть, люди настолько напрягаются, настолько прилагают усилия, пытаясь опередить Божью благодать. Или ее сбалансировать, скомпенсировать, догнать, еще как-то можно это называть. Но, тем не менее, смысл у этого один. Они хотят действовать, пробивая лбом себе благословения. Но Бог, он всегда был против этого, изначально поселив Адама в таком замечательном месте, как Эдем, наслаждение. И сейчас, когда пришла, явилась Божья благодать в лице Иисуса Христа. Я смею сегодня это смело сказать, заверить каждого человека. Когда явилась эта спасительная благодать, когда явилась слава Божья в лице Иисуса Христа, Божьего Сына. То Бог, он сегодня хочет, чтобы каждый человек знал, что это время наслаждения, оно сейчас вернулось. Оно помещено прямо внутрь тебя. Поэтому и сказано, что Царство Божие, оно внутри нас. И это праведность, мир и радость в Духе Святом. И поэтому, дорогие друзья, я сегодня хочу сказать, что Господь, он категорически против. И вы нигде не увидите в Писании, что Он хочет, чтобы ты чего-то достигал какими-то невероятными усилиями, вызывающими пот и мозоли на твоем лице. Хочу, вот на днях буквально мы принимали причастие нашей Церковью. И как раз Святой Дух говорил, показывал такое слово о крови Христа. В Евреям 9 главе, в 14 стихе, там написано, известное место написано, что кровь Христа, который Духом Святым принес с себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И мы говорили о том, что удивительно, что в этом месте Писания так просто, казалось бы, рассмотреть удивительную истину, что кровь Христа, она очистила нашу совесть от мертвых дел. Что это не смогли сделать никакие наши дела, что это не смогло сделать никакое-то наше исповедание грехов, никакие исповеди, никакие другие вот эти вещи, духовные акты, религиозные какие-то ритуалы, манипуляции. Ничто. Бог сделал изначально специально так, чтобы всякий раз, когда речь заходит вообще о каком-то очищении, о каких-то мертвых делах твоей совести, которые бы тебе хотелось, может быть, исправить, поправить, компенсировать, там что-то сделать с этим. Он говорит, кровь Христа очищает нас, нашу совесть от мертвых дел. Естественно, для служения Богу живому и истинному. По сути дела говоря, даже путевку в служение, то, что мы сегодня называем служением, открытые двери в служение, создает не твоя ревность, не твоя какая-то заинтересованность в служении. И здесь, опять-таки, в центральном пункте, в центральном месте помещена кровь Христа. Даже чтобы начать служить, он говорит, кровь Христа очистила твою совесть от мертвых дел для служения. То есть причиной твоего служения являются не просто какие-то врожденные способности, а эта способность, она дана тебе через кровь Христа. И меня сегодня это радует, дорогие друзья, потому что, когда касается, мы сейчас шагаем дальше, вот уже совесть очищена от мертвых дел, вот уже открыты двери в служение. Как важно вот это понимание того, что на самом деле все делает кровь Христа и Дух Святой, важно пронести до самого последнего вздоха в твоей жизни. Никогда не передумать, никогда не подумать, не помыслить о том, что уже пришло время напрягаться, что пришло время тебе потеть, натирать эти мозоли на своем лбу для того, чтобы чего-то достичь. Я хочу сегодня проводить параллели по поводу строительства Церкви Божьей и такого небожьего явления, как Вавилонская башня. Известно, что Павел, он говорит, что каждый должен почитать себя, и друг друга мы должны почитать, как строителей, домостроители Божьих тайн. В то же время находились люди, когда-то еще на заре человеческой истории, которые решили достичь небес путем построения Вавилонской башни. Они так и сказали, мы сделаем себе имя, мы построим большую башню, мы построим ее до небес, и наше имя, оно будет сделано нами самими. И что они стали делать? Эти люди, они, там эту историю вы можете ее открыть, почитать, в книге бытия, они сделали, они написано, что взяли, начали добывать глину, обжигать ее, делать кирпичи, использовали земляную смолу, чтобы их скреплять, и башня росла. Для чего им нужно было имя? Вы знаете, Иисус, я сегодня хочу говорить чуть-чуть такими пророческими образами, иллюстрациями, и я прошу тебя, мой дорогой слушатель, чтобы ты сегодня просто настроился на вот это образное мышление, чтобы ты видел то, о чем я тебе сейчас буду говорить. Иисус, наш Господь, Он сказал, что наши имена, они записаны в книге жизни на небесах. Когда мы получаем откровение о спасении, спасение нами осознается, входит в нашу внутренность, Он говорит о том, что есть книга жизни, где все имена записаны. Также в другом месте Он говорит, что побеждающему дам белый камень, на котором будет написано имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. То есть Он обещает еще имя какое-то, да. Имя, дорогой друг, оно всегда связано с доступом в царство. Всегда нужно имя, тебя должны там знать по имени, чтобы иметь доступ в это царство. Естественно, падшие люди, да, в начале истории человеческой, они понимали эти вещи, что-то они понимали об этом, поэтому они хотели сделать себе имя и башню до небес, чтобы каким-то образом соприкасаться с духовным миром и иметь возможность оперировать. По сути, дело говоря, если все сократить, они занимались входом в духовный мир с другой стороны, оккультизмом, религией. Это был настоящий культ, человеческий культ. И, естественно, сейчас даже есть такое выражение, оно, ну, как на слуху, да, сделать себе имя. А что это тебе дает? Сделать себе имя, это означает, что когда ты его себе сделал, ну, как бы начинают открываться возможности, двери. Да, то есть невидимые двери, невидимые возможности в реальных ситуациях, в реальных завоеваниях. И именно для этого сегодня строятся вавилонские башни всех типов. Организации, культы, секты, даже коммерческие организации, какие-то сетевые организации. В основном все направлено, человек хочет, это в его природе, он хочет иметь имя, дающее путевку в управление. Но тот ли это вариант, который устраивает сегодня Бога? Во-первых, апостол Павел, когда говорит о строительстве, он говорит об основании. Он говорит, основанием может быть только Христос. Вот это единственное имя, которое вообще должно прославляться в любом строительстве. Потому что он говорит, никто не может строить на основании другом. Всякое другое основание, оно приведет к разрушению. Как и случилось в Вавилонской башне. Господь сошел, посмотрел и разрушил. Смешал языки, разрушил башню. И признав, тем не менее, что их сила была в единстве. То есть у них было такое бесовское, я бы сказал, демоническое единство, с помощью которого они двигали этот процесс. И на сегодняшний день это единство демоническое, оно иногда по своему виду эффективнее выглядит с точки зрения земной, чем единство, предусмотренное Богом, о котором мы сегодня поговорим. То, что я сегодня скажу, дорогой друг, оно действительно тебе позволит посмотреть, где ты находишься. Находишься ли ты в сфере строительства Вавилонской башни, культивирования какого-то имени. Может быть ты делаешь чье-то имя, может быть ты являешься одним из строителей, которые делают просто чье-то имя. И строят чью-то Вавилонскую башню. Может быть ты сам сегодня это делаешь. Может быть твоя башня, она не такая большая, она может быть еще маленькая, она там состоит из, может быть, пары десятков кирпичей, но это уже может быть Вавилонская башня. И поэтому я прошу тебя, дорогой друг, чтобы ты сегодня внимательно слушал и анализировал, сделай себе этот прямо тест. Смотрите, что сказано, когда Господь ведет речь о строительстве, о каких-то процессах, связанных с Его делом. Везде и всюду на протяжении всей Библии вы увидите, как Он мешает человеческому вмешательству, максимально вмешает человеческому вмешательству в тонкие вещи, тонкие процессы строительства. Например, вы можете увидеть, когда Он говорит соорудить жертвенник. Это написано в исходе 20 главе 25-26 стих. «Если же будешь делать Мне жертвенник из камней, не сооружай его из тесаных». Вот они камни, но говорит «не сооружай из тесаных камней, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». Видите, Бог, Он говорит, что строй жертвенник из камней нетронутых, ничего с ними не делай, не надо их обтесывать, не надо прилагать усилия, чтобы они приняли такую устраивающую от тебя форму. Я хочу спросить, дорогой друг, понимаешь ли ты сегодня, что кирпичи складывать намного легче? Ведь они занимают удобную для человека форму, но не устраивающую Бога. Ему сегодня не нужны обтесанные кирпичи. Почему не нужны? Потому что теряется многообразие. Кирпичи, они все одинаковые. Но природные камни, они все разные. И вот в чем заключается большая разница. Природные камни не так просто выстроить, потому что они имеют каждый свою форму, с ними нужно повозиться. Их нужно как-то пристроить, их нужно как-то приноровить. При всем при том, имея запрет на вот это вот обрезание. Точно так, раз мы уже затронули это слово обрезание, точно так Писание говорит, вы обрезаны обрезанием нерукотворным. Я сегодня слышу в церквях, в разных организациях, люди даже так говорят, служители, мы тебя обрежем, я инструмент для твоего обрезания. Дорогие друзья, я хочу сказать сегодня, что каждый христианин, каждый верующий человек, он уже обрезан обрезанием нерукотворным. Кто-то может сказать, ну где же он обрезан, если он еще такое делает. Это просто не обновленный ум. На самом деле обрезание, написано, это мы, служащие Богу духом. Появление Духа Божьего внутри человека, это и есть обрезание. Все остальное это процесс обновления ума. Не требуется никакой человек, чтобы тебя обрезать. Не требуется никакой человек, чтобы тебе что-то делать больно, обтесывать, тебя как-то обжигать, как этот кирпич, пристраивать. Почему? Всякий раз, когда вмешивается человеческий труд в Божью работу, теряется многообразие. Теряется эта удивительная, яркая Божья работа. Теряется слава Божья, потому что никто не может сказать, что это созидает Бог. Потому что все видят, как каждый служитель работает этим теслом, обтесывая своих овец, или как правильно сказать, обтесывая тех, кто рядом. Также написано, что, продолжаем, исход 20-26 стих, говорится за жертвенник, строительство жертвенника из природных камней. Говорится, и не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при этом нагота твоя. Что это означает? Господь говорил, чтобы жертвенник, он был достаточно низким, чтобы тот, кто подходит к жертвеннику, он не подымался по ступеням. Вот он, знаете, мнение Бога по поводу пирамид. Твоя позиция возле жертвенника, она не должна быть такой, по которой нужно было по кому-то всходить. То есть, знаете, я сегодня хочу бросить вызов привычному пониманию иерархии. Вот есть такое понятие, подо мной люди. Вот этот момент. Никаких людей под тобой вообще быть не должно. Но, кем бы ты ни был, пастором, епископом, служителем, это не так работает. Иисус говорит, кто хочет быть великим, будь всем слугой. Если уже на то пошло, это ты должен быть как под ними. И в духовном мире сам Бог делает твою высоту высокой. Что это означает? Категорический запрет на всякого рода пирамиды, на всякого рода иерархии. Что ведет иерархия за собой, что она влечет? Бог говорит, нагота откроется. Как только ты попытаешься по людям подниматься на какую-то высоту, чтобы совершать служение. Жертвенник это образ служения. Как только ты попытаешься выстроить все так, чтобы тебе восседать на людях. Точно так Господь обещает, говорит, откроется твоя нагота и будет проблема. И поэтому, дорогие друзья, Бог, когда говорит о строительстве, Он всегда упреждает всякое человеческое участие, стук инструмента, усилие, нажим, огонь какой-то. Теперь я хочу чуть-чуть обрисовать ситуацию с Вавилонской башней. И вот сейчас нужно внимательно послушать. Просканируй, может это сегодня происходит в твоем служении. Во-первых, Вавилонская башня строилась не из природных камней. Сначала брался природный материал, мягкий, наполненный влагой. Это глина. И что с ней начинали делать? Ее начинали обжигать. Сегодня этот процесс, как он выглядит? Обожженный камень. Это камень, из которого выпарена всякая влага. Он становится твердым, сухим, таким жестким. В то время, как Божья природа, как апостол Петр и Павел, они говорят о нас, как о живых камнях. То есть о природных камнях. Живой камень, это камень в его естественном понимании. Со всей там влагой внутри. То есть не выпаренная влага, не обтесанная. Здесь говорится о том, что из камня, из этой глины выжигалась с помощью термической обработки температуры. Выжигалась всякая вода. Что это означает? Я сегодня хочу показать, как это происходит. Апостол Иаков в своем послании, в третьей главе, он говорит о таком явлении, как использование языка в двух разных целях. Это язык благословения и язык проклятия. И утверждая, говоря, что так не должно быть. Чуть-чуть выше там вы можете прочитать, как он говорит. Язык это огонь. Прекраса неправды. В том случае, когда он несет проклятие. Он говорит, он как прекраса неправды. Будучи сам воспаляем от гиены, то есть практически из адского пламени, он воспаляет круг жизни. Вот как это происходит. То есть, смотрите, он говорит, есть язык благословения. Обычный язык благословения. Сейчас слушай очень внимательно, дорогой друг. Язык благословения, он всегда используется в религиозных организациях. Для того, чтобы привлечь народ. Привлечь людей. Ему говорят о благословениях. Ему говорят о Божьей любви. Ему говорят об Иисусе Христе. Павел видел таких людей. Он говорит, да они из корысти говорят. Ну и то хорошо, это будет работать. Когда апостол Иаков говорит за это двуязычие, он не говорил, что вы знаете, что-то одно из этого работать не будет. Наоборот, он говорит, друзья, так не должно быть. Если вы начали проповедовать благословение, благодать, вы никогда не должны переходить на язык проклятия, который обжигает людей, которые эти живые камни потом выпаривают влагу из них. Что происходит с человеком? Происходит с него, что он приходит из-за того, что ему проповедовали благодать Божью, благословение Божье, специально умалчивая о каких-то следующих действиях, которые предполагается применить к нему. Он принимает эту благодать и зачастую даже рождается свыше. Принимает Духа Святого. Я сам видел такие вещи. И потом вдруг ему говорят, теперь твоя задача стать удобным камнем в том, что мы здесь строим. И при первой же попытке пристроить этот природный, рожденный свыше живой камень в структуру, он начинает претерпевать неудобства. И это неудобство, оно естественное, оно нормальное, оно хорошее, потому что есть многообразие, предусмотренное Богом. И он со своим этим, знаете, индивидуализмом, он не вписывается в это кирпичное строение. И у него возникает вопрос, что со мной не так? И вдруг ему говорят, все дело в том, что ты не кирпич, это плохо. Что-то должно держаться на тебе и что-то должен держать ты. И это правильно. Что-то держится на тебе, что-то держишь ты. Но в этом всем проявляется твоя индивидуальность, твое многообразие, в которое Бог предусмотрел о каждом камне. Но это не устраивает строителей. И тогда они говорят, тебе нужно послушать вот такое учение. Значит, учение это заключается вот в чем. На самом деле ты все еще проклят. У тебя еще есть проклятие. У тебя еще есть грехи. У тебя еще есть проблемы. У тебя еще есть это, 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 это. И все это может быть решено, если ты... И дальше начинаются учения. Если ты жертвуешь. Если ты подчиняешься. Если ты обрезаешься. Короче, если ты нас слушаешь. И человек, ощущая внутри духовную свободу, которую он только-только вкусил, он ощущает противление. Дорогие друзья, его совесть в этот момент, она находится в Духе Святом. Совесть рожденного свыше человека, она находится в Духе Святом. И знаете, что это означает? Что он испытывает дискомфорт всякий раз, когда ему пытаются что-то навязать по-человечески. И эта совесть, она начинает ерзать. Прямо в Духе Святом начинает ерзать. Дух Святой ее влечет в свободу. Влечет ее быть во Христе. Быть в Духе. Быть в благодати. В то же время, когда люди начинают выжигать этот момент. Эту влагу вытеснять из камня. Они говорят, нет, нет. Ты еще маленький, чтобы быть водимым Духом Божиим. Ты еще маленьким, чтобы быть свободным. Что-то делать. Принимать пророчества. Ты еще маленький. Тебе нужно нас слушать. Ты еще младенец. И происходит с человеком, что он начинает передавать свою свободную совесть этим людям. Они тут же избавляют его от этого вопроса. И говорят, твоя совесть должна быть в порядке, если ты нас слушаешь. И таким образом, когда он испытывает этот дискомфорт и противление такой позиции, тут включается вот этот момент, о котором Яков пишет. Он говорит, язык начинает быть огнем, прекрасой неправды и воспаляем быть от ада. То есть от гиены огненной. То есть эти люди, они начинают произносить в жизни этого человека ужасные вещи. Какие-то страхи, какие-то, знаете, пугать адом, бесами, пугать каким-то отступничеством, что ты потеряешь все. И человек, по сути дела говоря, еще вчера они снабжали языком благословения, снабжали этот камень живой водой. Сегодня они этот момент убирают и начинают снабжать его уже не сладкой водой, а соленой водой. Или иными словами, обжигать этот камень. Они его обжигают, обжигают, пока в нем вообще ничего не остается. Так мы имеем сожженную совесть. Я сегодня хочу еще чуть-чуть сказать за сожженную совесть. Послушайте меня очень внимательно, дорогие друзья. Дело в том, что сейчас, конечно, такой момент, когда очень многие люди спорят вообще о благодати, о законе. И я хочу сказать, что многие люди, они сегодня путают сожженную совесть, путают ее с верой. То есть вдруг, когда человека за то, что он делает какие-то отвратительные вещи, перестает сигнализировать совесть в Духе Святом, когда она вдруг ему перестает это говорить, он говорит, я возрос в вере, для меня теперь это не грех. На самом деле уже произошел момент, когда его совесть, она перестала сигнализировать. Это как датчик в машине. Он призван не для того, чтобы тебя, знаете, как выключил датчик или музыку громче сделал и типа вопрос решился. Нет. Совесть в Духе Святом, она тебе постоянно напоминает, что ты новое творение. Что ты не можешь вот, что тебе не следует идти сюда, делать так. И это не делается в виде запрета, а в виде отождествления с Сыном Божиим, который бы не делал вот так. Но сегодня многие люди, они предпочитают говорить, это не грех, это не грех, греха нет. И в то же время продолжают делать вещи, от которых сгорает их датчик. И они делают ужасные вещи. И это касается даже вот этого строительства. Когда вдруг человек принимает решение, вместо того, чтобы двигаться в дарах, двигаться в благодати, стоять в своей свободе, он принимает решение. Я раб своего пастора. Я раб своего там лидера, епископа. Да кто бы там он не был. И это, ну, в плохом смысле. Это выглядит только как вид благочестия. То есть человек, он отдает свою свободную волю, за которую умер Христос. Отдает просто в какое-то ненормальное послушание своему лидеру. Кто-то может сказать, ну почему ненормально? Лидер правильные вещи говорит. Мы сейчас коснемся этого. На самом деле, дорогие друзья, все эти учения, они сводятся к обратной отдаче. Если так можно выразить. Я прошу понять меня правильно. По сути дела, лидер тебе начинает давать такой посыл. Языком проклятия. Говорит, сейчас отодвинь Духа Святого в сторону. Слушай меня. То есть тот человек, который еще вчера говорил, тебе надо принять Духа Святого, родиться свыше, он вдруг тебе начинает говорить, что тебе сейчас не надо слушать Духа Святого, тебе надо меня слушать. Это же абсурд. Это же абсурд, дорогие друзья. Недавно написала мне женщина одна, говорит, одна религиозная организация так сильно, они, говорит, вышли на меня в соцсетях. То есть они увидели, что я, говорит, выкладываю эти посты о Боге, о Христе в соцсети на своей странице. И они связались со мной. И они говорят, тебе нужно приехать на наше мероприятие. Мы тут делаем определенные духовные проекты, тебе нужно приехать. И она говорит, я внутри чувствую, что Дух Святой мне говорит, не надо тебе ехать. Я тебя здесь благословляю, все тебе буду давать. И эта женщина говорит, я им так и сказал, говорит, ну мне внутри нету ехать. И тогда эти люди, они стали говорить, ты не понимаешь. Через нас к тебе пришел Дух Святой. И значит, раз Он через нас к тебе пришел, тебе надо делать то, что мы тебе говорим. И этот спор зашел так далеко, что эти люди, они стали говорить, ты одержимая, в тебе бесы. Да тебя бесы порвут, если ты не приедешь. Да тебя просто размажет жизнь, ты в ад пойдешь, ты одержимая и вообще, ты в бунте против Бога. И представьте, эта женщина говорит, я рухнула от этих слов на два года. Я не могла прийти в себя. И говорит, те же люди, которые столкнувшись с моими попытками религиозными, проповедовали мне Христа, говорили, что я помазанец. Цитировали мне 61 главу книги Исаия. И говорит, я реально наполнилась Духом Божьим. Как только со мной это произошло, они тут же закрутили обратный процесс. Они стали говорить, что тебе не Духа Святого надо слушать. О нас. И ставка была сделана, она говорит, на то, что я пережила Духа Святого, я летала на крыльях, я была счастливая. И они тут же как бы дали такой посыл. Твое счастье, это наша заслуга, тебе надо нас слушать. И поэтому, если ты не будешь нас слушать, вот то, что ты получил, оно уйдет от тебя. Такая знакомая ситуация, дорогие друзья. И поэтому Иаков, еще раз я напоминаю вам эти слова. Он говорит, из одних и тех же уст исходит благословение и исходит проклятие. Говорит, не должно такому быть. Еще раз говорю, друзья, он не сказал, так не бывает. Он сказал, не должно. То есть, он обращается к верующим, говорит, остановите это. Братья, остановите это. Я сегодня повторяю слова Иакова тебе, если ты так делаешь. Если ты проповедуешь людям благодать, и они приходят в твою церковь, приходят в твою домашнюю группу, приходят в твое служение, в твое движение, в конце концов. И когда мы говорим за это, я сразу вспоминаю слова Иисуса. Видите, это во все времена было одинаково. Он говорит фарисеям. Он говорит, вы, горе вам, говорит, вы обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного. И вот он говорит, когда вы его обращаете, вы делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Что мы видим из этого изречения? Это было и тогда. Они ходили по всей земле, проповедовали Бога живого. И Иегова, они проповедовали нашего Бога, Отца, который послал Иисуса Христа. Ну, за Христа они ничего не говорили, но они проповедовали Бога, живого Бога, небесного. И говорит, потом эти люди, некоторые обращались от их проповедей. То есть, представляете, они говорили о том, что ты будешь благословен. Наш Бог, он любящий Бог. Наш Бог, он классный Бог. Но потом они начинали делать с этими людьми что-то такое, что они становились сынами гиены, огненной. То есть, сынами преисподнего огня. Что это означает? То есть, будучи живыми, они уже практически находились в аду. Как один священник сказал, ты, голубчик, давно в аду. И тебе не надо куда-то попадать, ты уже там. И вот так происходило с этими людьми. Поэтому, для обжигания, вот знаете, вот есть эти камни, да, есть эта живая глина Божья. Это мы. Еще сравнивается, что мы как горшечник, да, мы глина. Господь горшечник, мы глина. То есть, Бог же берет этот живой материал. И эти люди, они начинают обжигать тебя. Сначала они тебе говорят о воде, а потом они тебе начинают говорить об огне. Они употребляют преисподние обжигающие слова в твою жизнь. И ты становишься одинаковым со всеми. Вот это первый признак того, что ты не там, где надо. Если ты пастор, тебе хочется, чтобы все были одинаковыми. Это такое желание, которое, наверное, посещало, ну, как всех пасторов, это однозначно. Такой, знаете, человеческий момент. Ну, пусть бы все вот как-то так вот были удобными для строительства и так далее. Но Бог настаивает на цельных, природных камнях, со всей содержащейся в них влагой, минералами, значит, формой. Я еще когда об этом размышлял, я думаю, как это похоже. Он говорит, не повреждайте камни. А в другом месте Писания он такую поговорку привозит. Он говорит, у вас там говорят иногда, это виноград, эти ягоды, не повреждая эти ягоды, в них благословение. То есть благословение виноградной ягоды в чем? Сок, который внутри содержится. То есть это такой образ духа. Его нельзя повреждать, эту ягоду. Нельзя обтесывать камни, нельзя их выжигать. Иначе это будет Вавилонская башня. Я хочу сказать еще за Вавилонскую башню, что для скрепления камней между собой использовалась земляная смола. Вы знаете, ну я хочу сегодня сказать чуть-чуть как бы духовным таким языком образов. Во-первых, смола это была земляная. Она даже так и называлась, земляная. Земляная смола это по своей сути это нефтяной продукт. Такой густой нефтяной продукт. Я сейчас кое-что вам скажу, возможно вы никогда об этом не думали. Можете эту информацию поискать в интернете. Значит эта земляная смола, она использовалась не только как для строительства, как скрепляющий материал. По какому-то странному удивительному совпадению, она еще использовалась для бальзамирования трупов. И я хочу сейчас, чтобы вы представили кое-какую картину. Представьте, Вавилонская башня, закладывается строительство. Диаметр основания огромный, потому что она должна была достичь небес и должна была быть очень устойчивой. Диаметр огромный. И вот варится смола земляная из нефти для того, чтобы скрепить огромное множество этих кирпичей. Вы представляете, что это за картина была? Люди варили смолу, клубы черного дыма подымались в небо. По огромному периметру, на огромной территории варились тонны и тонны этой смолы. Те, кто это делал, они были похожи на дьяволов. Они были черные от этой копоти. Откуда ты так это знаешь? Ну я думаю, что не надо много воображения, чтобы понять. Если вы когда-то видели, когда стелят крышу и смолу варят, там находиться невозможно. Вонь стоит, копоть стоит. И теперь представьте стройку такого масштаба, как Вавилонская башня. И вот эта смола. Причем здесь эта картина, вот эта со смолой? Что ты хочешь сказать? А я хочу сегодня сказать, что это вообще, знаете, это такой классный образ того, что вот это скрепление между собой людей, оно происходит реально бесовским образом, бесовским способом. Вы когда-нибудь видели, если вы были в системе, если вы были в какой-то организации, за счет чего там держатся люди между собой? Вы никогда практически не увидите вот этого момента, что люди держатся, как написано, за счет взаимоскрепляющих связей, которые предусмотрены в Церкви Божьей. Вот эта смола, это образ бесовской небожьей связи. У нас есть такое выражение, небожья душевная связь. На чем основывается небожья душевная связь? Она всегда основывается на страхе, на контроле, на грехах, на каких-то страстишках, знаете, вот замолчанных каких-то вещах. Вот эти все вещи, они усиленно культивируются в любой системе. Страх, контроль. То есть, когда люди, еще смола чем она отличается, что она не дает шансов, она застывает и уйти невозможно. Вот для чего нужна небожья душевная связь. Вы знаете, что если связь духовная, ты можешь выйти, но связь не нарушается. Потому что связь духовная, она, ну если так можно сказать, она растягивается. Я сейчас приведу один пример. Когда Иисуса спросил, подошел Иоанн и сказал, там ходит какой-то парень, и он, знаешь, бесов изгоняет, делает то же самое, что мы, но он с нами не тусуется. Иисус указывает на духовную связь. Он говорит, так это нормально. Ну да, с нами не ходит, но с другой стороны, мы же тут не Вавилонскую башню строим. Нам не надо цементироваться друг с другом. Вы можете быть даже рассеянными, но быть вместе. Он говорит, он будет прославлять мое имя. А вот был Иуда, который тусовался с ними. Он тусовался с ними, он ходил с ними, но как оказалось, что он не был вместе с ними. То есть он в своем роде, он был привязан так по-человечески. Он что-то ходил, искал своего, ему нужны были деньги, он был вором и так далее, и так далее. Но в один момент он отвалил. И оказалось, все узнали, что Иуда был, оказывается, не с нами. И вот мы видим, что духовная связь Божья, она не прилепляет людей к друг другу, как смола. Это не та связь, которая заставляет людей быть неизменно обязательно вместе, чтобы они ехали иногда за 3-9 земель, чтобы именно все вместе быть. Я ничего против собраний, конференций, колледжей, каких-то мероприятий не имею. Наоборот, это хорошо. Но смола, она делает так, что мы друг без друга уже не можем. Не духовно не можем, а душевно не можем. Знаете, что такое? Когда ты не можешь уйти или не посетить какое-то мероприятие из-за того, что ты вдруг начинаешь быть в смятении, боишься, значит, боишься проклятия, боишься, что каким-то образом это негативно вообще на тебе скажется. 100% я тебе хочу уверить, дорогой друг, ты скреплен смолой, не Божьей душевной связью, со всей структурой, с лидерами, с какими-то твоими братьями и сестрами, которые вдруг ты думаешь, они, знаете, как выражение, пастору доложат, что ты что-то пропустил. Вот если у тебя такие мысли, я тебе хочу сказать, что ты связан не Божьей душевной связью. Итак, избегать всякого обжигания, дорогие друзья. Что я могу посоветовать? Если тебя пытаются обжигать, вот ты принял Духа Святого, и написано, как ты принял это, так и ходи в этом. Ходи в этом наслаждении, ходи в свободе. Это не значит, что никого не надо слушать. Но это означает то, что когда тебя, для того, чтобы заставить тебя слушаться, начинают употреблять вещи, от которых избавил тебя Христос, это ад, бесы, демоны, там разные вот эти запугивания, это все в прошлом. Если тебя начинают вот этим выжигать внутри, лишая тебя права на выбор, я тебе хочу сказать, что уже человек, который, может быть, еще вчера был для тебя благословением, он уже переключился и начал тебя питать из другого соленого источника, ну или, как мы уже сказали, обжигать тебя из преисподней. И, конечно же, вот за эту смолу. Опасайся создания небожьих душевных связей в церкви, где ты находишься, в служении. Если тебя там держат страх, контроль, может быть, какой-то страх вообще отдалиться, страх отступничества даже, либо какая-то душевная дружба, там, знаете, вот, знаете, такая дружба, ой, мы уже 10 лет вместе, поэтому я с этой церкви не ногой. А может, тебя Господь как раз и хочет взять и куда-то отправить, но дружба тебе мешает. Знаете, я сам прошел эти вещи, я просто понимаю, о чем я говорю, это не из книги, что тебя может держать в какой-то организации, в церкви, совершенно не те вещи, которые должны тебя вообще держать в Божьем установлении. Помни, что смола использовалась для бардизамирования трупов. Эти камни, они не живые, это мертвые камни. И именно эта смола предназначена, чтобы удерживать тебя там, и избегает во всем сердцем. Дорогие, мы уже близимся к завершению, я хочу сейчас сказать за хорошую сторону. Вы знаете, что касается живого организма, живых камней. Еще раз говорю, что природные камни, они неудобны иногда для выстраивания. К ним нужен подход. Если кто-то пытался, знаете, вот когда-то строить из живых камней, то есть ты видишь, что человек, он наделен дарами, он наделен талантами, наделен свободной волей. Его не так просто. Знаете, кирпичи можно вот так вот метать один за одним. С живыми камнем это такая, если можно сказать, ручная работа. Вы когда-нибудь видели здание, построенное из природных камней? Это произведение искусства. Это очень красиво. Я не спорю, что кирпичные строения, они тоже выглядят красиво, но они выглядят, знаете, так. Ну, видно, это человек. Это человеческие такие вещи, такая прямо как фабрика какая-то. Живые камни, такое ощущение, что дом как бы вырос сам. Вот реально, что такое? Когда ты видишь необтесанные камни, из них обычно и не строят, потому что это сложно. Но если кто-то это делает, такое ощущение, что это строение выросло из земли само. Вот это и есть цель строительства из живых камней. Смотрите, как это происходит. Думаю, а кто это делает? Это что, Бог сам? Может, ты призываешь нас к анархии, что Бог сам позаботится, ничего строить не надо? Нет. Я сейчас покажу этот ключевой момент. Значит, Ефесянам 2 глава, 22 стих. Апостол Павел делает заявление. Вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Что это означает? Он говорит, вы устрояетесь. Это значит, все выстраивается для того, чтобы Бог жил в этом жилище. Кем? Написано. Духом. С большой буквы. Святым Духом. То есть, это строит не человек, это строит Святой Дух. И тогда кто-то может сказать, ну так что, людям вообще ничего делать не надо? В принципе, практически ничего делать не надо. Апостол Петр вторит и говорит, 1 Петра 2,5. Сами. Вот прямо я хочу, чтобы ты сейчас повторил за мной эти слова. Сами. Как живые камни, устрояйте из себя Дом Духовный. Священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Дорогие друзья, видите, два места. Одно говорится. Дух устраивает. Дух все выстраивает. Божий Дух. Другое место Писания говорит. Вы сами устрояйте из себя Дом Духовный. И здесь я вижу ключевое различие между живым строительством и мертвой Вавилонской башней. И это ключевой момент. Он заключается в слове «сами». Дух Святой и сами люди. Вавилонская башня исключает любую инициативу. Она движется только, исходя из проекта, заложено в голове так называемое видение какого-то одного человека. Не предусматривая вообще, что кто-то может что-то проявить. Смотрите, здесь написано «Жилище Божье устраивается Духом». В другом месте написано «Как живые камни сами устрояйте». Что такое сами? Каждый рожденный свыше человек, наполненный Святым Духом, он должен, знаете, вот слово «должен». Ему предоставлена возможность самому, совместно со Святым Духом, во взаимодействии со Святым Духом, выстраивать свою жизнь. Кто-то может сказать, ну а если это не вписывается там в общину, куда он ходит. Если бы это делал каждый, дорогие друзья, если бы каждый сегодня заручился вот этой инструкцией, что Дух Святой выстраивает, он производит в человеке желания и действия. Пастор должен уповать всем сердцем на то, молиться об этом, воздействовать на это, если так можно сказать, тоже в сотрудничестве с Духом Божьим. Слово произносить, определенное, благодатное слово. И Дух Святой, он будет выстраивать как бы изнутри людей свое устроение. Это ничего общего не имеет с сетевым маркетингом, с такой методикой сетевого маркетинга, с выстраиванием из кирпичей одинаковых. Когда кто-то один строитель, а все остальные просто шлифуют камни и смолой заливают. Мы построим, у нас будет имя, оно будет известно на высоте, оно даст нам возможности. Это не работает. Строительство Божье совершается Духом Святым через инициативу каждого человека. Вот я сегодня хочу это сказать. Повтори со мной еще раз это слово. Написано «Сами, как живые камни». «Сами, как живые камни». Просто можешь положить на себя руку и сказать «Я сам, как живой камень, я сам буду устраивать из себя дом духовный под руководством Святого Духа». Не кто-то будет меня обжигать и куда-то вставлять, делать из меня какой-то кирпич. Я сам. Дорогой друг, величайшее преступление каждого верующего человека – это отказаться от этого момента, самому устраивать из себя дом духовный во взаимодействии со Святым Духом. Это приводит вот к тому, что кто-то берет тебя и начинает использовать в своих вавилонских целях. Конечно, может быть, возникнет вопрос. Вот, может, ты был служителем или ты есть служитель, пастор, и ты делал вот это, то, что я сегодня говорил. Обжигал людей, выстраивал какое-то строение. Возможно, ты узнал себя в этом, что ты строил вавилонскую башню, что, может быть, она и небольшая там эта башня, но она вавилонская. Если ты узнал себя и ты сейчас думаешь, так что мне теперь делать? Уже люди, они потеряли волю, потеряли инициативу. Я уже и боюсь их инициативы, потому что они могут разбежаться. Я хочу тебе сказать сегодня, дорогой друг, наш Иисус Христос – это воскресение и жизнь. И знаете, когда Иисус говорил одной церкви в книге «Откровения», он говорит, «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв», на этом не было точка. Он сказал, что нужно делать, чтобы изменить это состояние. Я верю всем сердцем, что нету таких людей, таких обожженных камней, таких обожженных кирпичей, которых нельзя вернуть к жизни. Но для этого нужно чуть-чуть времени. Время. И еще что нужно сделать? Ты должен рискнуть и расторгнуть вот эту смолу. Ты должен отпустить людей. Что это означает? Так, перестать их контролировать. Знаешь, что такое? Если ты пастор, хватит у тебя смелости выйти к своим людям и сказать, вы свободны. Если вы хотите, вы можете уйти с моим благословением в любую другую церковь. Если вы хотите, вы можете с моим согласием добровольным, вы можете пойти и начать церковь сами. Вы можете переместиться в любое служение, в любое, куда вас повлечет. И когда только люди получат эту свободу, я вам скажу, что произойдет. Всем пасторам, кто меня сейчас слышит, служителям, я вам советую, почитайте послание Павла к Филимону. Оно занимает всего одну главу. Там речь идет о том, что Павел пишет письмо одному богатому брату по поводу беглого раба, Анисима. Значит, этот раб, он убежал от Филимона, и Павел его обратил ко Христу. То есть, раб это мертвый камень, да, обращение ко Христу сделало его живым. И он говорит, я бы оставил его себе. Павел, говорит, пишет в письме, говорит, Филимон, я оставил бы Анисима себе. Но, говорит, не хочу без твоего согласия, поэтому возвращаю его к тебе. Но, прими его, пожалуйста, как меня, как брата, не как раба. Говорит, больше не относись к нему, как к рабу. И даже напоминает ему, говорит, я уже тебе не говорю за то, что я тебя тоже обратил к Богу, и ты мне как самим собой должен. Что он говорит? Он говорит, я для тебя это сделал, но я же тебя не контролирую. И ты для этого брата так сделай. Хоть он был твоей собственностью, пусть он теперь будет твоим братом. Знаете, что это такое? Должно пройти время. Если вы сейчас это послание к Филимону правильно, духовно воспримите, вы увидите, что ты можешь отпустить людей своих. И многие из них, люди, которые у тебя в служении, они все равно останутся с тобой. Пройдет какой-то промежуток времени. Люди, они, ну, то есть должно пройти время. Люди, они начнут слышать Духа Святого. И некоторые из них, они вернутся к тебе, но ты уже должен сменить свое отношение. Относиться к ним, как к живым камням. Это единственный способ, дорогие друзья, выйти из этой вавилонской ситуации. Если ты не хочешь, чтобы Бог разрушил все. Сразу скажу, что, конечно же, живых камней, по сравнению с мертвыми кирпичами, возможно, останется меньше. Но там начнется совершенно другая жизнь. Там начнутся духовные жизни у каждого человека. Начнутся пророчества. Начнутся видения, сновидения, о которых говорил Иоиль. О которых повторял Петр в день Пятидесятницы. Может быть, в твоей церкви уже давно этого всего нету, ты этого боишься. Добро пожаловать в правду. Я скажу тебе, ты построил вавилон. Сегодня инициатива, она принадлежит, как написано, сами устроять из себя дом духовный. И ты можешь, как пастор, спросить себя, а так а я зачем нужен? А ты должен просто помогать людям, чтобы они устрояли из себя дом духовный. Никогда не лишай их инициативы что-то делать в твоем служении. И избавься ты от этих вот, знаешь, пресловутых, я бы сказал, даже сильно западных таких вот этих учений. Видение, видение, вот прямо видение. Видение – это Иисус. Почесть высшего звания во Христе. Вот что такое видение. Сегодня сделай каждого человека осознающим, что Он – Божье Дитя, и видение начнет исполняться. Чье видение? Видение Иисуса Христа в твоем служении. Ты будешь счастливым, потому что Дух Святой будет взращивать этих людей. Они будут проявлять инициативу. Тебе не нужно будет делать ничего, практически ничего, пастор. Я хочу тебе сказать, тебе не придется заваривать смолу. Тебе не придется прилагать тесло, чтобы обтесывать. Тебе не придется учить об обрезании. Я тебе даже больше скажу. Ты вдруг обнаружишь, что тебе и учить-то особо не о чем. Ты будешь только говорить о Христе, и будет являться Дух. Церковь перейдет в стадию постоянного поклонения, потому что учить нечему будет. Сбудется слово, которое говорит. И не будут уже учить один одного. Познайте Господа, ибо все от мала до велика будут знать меня, говорит Господь. Вот что произойдет. И это удивительный процесс, который мы переживаем сейчас. Мы переживаем там, где я служу сам, в Минске, в Белоруссии. Это началось. Я сделал то, о чем сейчас говорю. И я очень счастливый человек. Я очень счастливый служитель. Мне не приходится сегодня варить смолу. Кого-то с кем-то стягивать. Все живут в свободе. Практически все делают, что хотят. Я не напрягаюсь. Но самое интересное, дорогие друзья, если ты служитель, если ты пастор, я ничего не потерял. Ничего не потерял. И я тебе говорю, ты ничего не потеряешь. Если вы эту историю с Филимоном уловили, вот просто представьте себя на месте этого Филимона, как будто в роли апостола Павла сам Господь. И он говорит, вот я сейчас поработаю с этим человеком, я, возможно, тебе его возвращу. Но прими его по-другому. Попытайся сделать это. Я понимаю, что это очень страшно. Возьмите людям объявить, что вы не против, чтобы они куда-то пошли. Но поверьте, вы станете счастливым служителем. В заключение, дорогие друзья, я хочу зачитать из послания Колоссянам, 3 главы, 10-11 стих. Где апостол Павел призывает сделать вот что. Чтобы мы все, облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего. Где нет ни Елина, ни Иудея. Где нет ни обрезания, ни необрезания. Варвара, скифа, раба, свободного. Но все и во всем Христос. Вот это истинная свобода. Я скажу, что когда сегодня люди спорят, говорят, так закон или не закон, так благодать или не благодать. Я думаю, люди, дорогие, вы когда думаете, что вы бомбите закон, заповеди, Моисея, Ветхий Завет, вы думаете, что когда вы это громите, вы угождаете Богу. Писание говорит, не обрезание, не необрезание, не исполнение закона, не неисполнение. Христос должен явиться. Кто-то говорит, что если я не исполняю заповеди, значит я живу в благодати. Нет. Если ты не исполняешь заповеди, ты просто не исполняешь заповеди. Жизнь в благодати не предполагает, что просто я не исполняю заповеди, значит я в благодати. Но это отдельная тема. Я хочу помолиться за тебя, дорогой друг, если ты меня сегодня услышал, если ты пережил это послание свободы, будь ты служитель или просто человек в какой-то общине, может быть ты вообще рассеившийся, ты сам по себе, я хочу, чтобы ты ощутил себя живым камнем. Независимо на сколько километров ты находишься от ближайшей какой-то общины, поверь ты в теле, Бог своей жизнью внутри тебя соединил со всем своим телом, Он не забыл про тебя, Он устрояет тебя в жилище Божье своим духом. Я благословляю тебя, мой дорогой друг, положи руку на себя, я говорю в твою жизнь, ты живой камень, ты не обожженный вавилонский кирпич, ты не человек, который скреплен какой-то смолой, я прямо сейчас разбиваю всякую небожью душевную связь с какой-либо организацией, с каким-либо культом, если ты чувствуешь страх, что ты там не находишься, я прямо сейчас разрушаю во имя Иисуса Христа этот страх. Я провозглашаю в твою жизнь свободу, свободу живого камня, провозглашаю в твою жизнь, что ты устрояешься в жилище Божьем, духом святым. Ничто не повредит тебя, ничто не обожжет тебя, ничто не поработит тебя, ничто, никакая смола не удержит тебя, потому что жизнь Божья, сила воскресения внутри тебя. Отец, я благословляю каждого, кто слышит это послание, благословляю именем твоим, и пусть слава твоя явится в каждой жизни во имя Иисуса Христа. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, пишите мне их, я с радостью отвечу. Я хочу сказать, что уже совсем скоро я буду выходить в прямом эфире, раз в неделю проводить онлайн собрание, и мы будем молиться, мы будем молиться за исцеление. Я хочу также сказать, что будет отдельная рубрика про исцеление, потому что исцеление происходит. Я сегодня не хочу сказать, что кто-то, ну, есть какой-то человек или себя позиционирует как какую-то исцеляющую личность. У нас происходит служение, просто семья молится за ребенка, ребенок исцеляется. Люди молятся друг за друга, люди исцеляются, получают освобождение. Я молюсь за людей, и тоже люди исцеляются, и это нормально, это жизнь тела, это жизнь живых камней. Скоро мы увидимся в этой рубрике. Пишите мне, пишите свои вопросы, я хочу отвечать на них. Люблю вас, до встречи. Аминь. Аминь.